Здравствуйте, ребята! Тема нашего сегодняшнего занятия – ткань растений и их виды. До этого мы прошли с вами цикл лекций про клетку. Что мы узнали о клетке? Кто может ответить? То, что каждая клетка состоит из оболочки, цитоплазмы и ядра. То, что, например, оболочка сама состоит из двух частей – это наружная оболочка и внутренняя оболочка. Наружная оболочка у России называется клетчаткой или же целлюлозной оболочкой, а внутренняя оболочка называется плазматической мембраной. Еще мы рассмотрели такие вопросы, как органоиды клетки, то, что клетка может размножаться. Какими способами размножаются клетки? Вот три способа деления клетки – это мембраноз, мембраноз и амбраноз. Амбраноз характерен для больных старых клеток, мембраноз для половых клеток. Амбраноз наблюдается в кончике роста растений. То есть, где наблюдается рост, там происходит мембраноз, методическое деление. Правильно. Значит, клетки делятся, клетки группируются. Вот группа клеток, которые сходны по строению, расположению и выполняемой функции, называется ткань. Правильно. Значит, в соответствии с формой, строением и характером соединения ткани растений могут быть рыхлыми, плотными, живыми и мертвыми. Что это значит? Вот, посмотрите. Плотные клетки. Если клетки расположены слишком близко друг к другу, у них практически нет межклетников. Это плотная ткань. Есть рыхлая ткань. Это когда клетки расположены немного дальше друг от друга и между ними имеются межклетники. Да? Само название межклетники что говорит? Это пространство между клетками. Ткани делятся на недифференцированные и дифференцированные. Что это значит? Недифференцированные – это ткани, из которых все время образуются другие ткани. Значит, к ним относится образовательная ткань. Она иначе называется меристема. Дифференцированные, значит, ткани – это ткани, которые образовались из какой-то ткани. В данном случае это и есть образовательная ткань. Вот из образовательной ткани образовались и выделительная, и проводящая, и механическая, и основная, и покровная ткань. Значит, существует шесть видов тканей. Какие-то? Образовательная, выделительная, проводящая, механическая, основная и покровная. Запомнили? Значит, давайте рассмотрим каждую ткань в отдельности. Значит, первая ткань – это образовательная ткань. Само слово «образовательная» – что значит? Значит, из неё образуются все остальные ткани. На латинском она называется «меристема», от греческого слова «меристема», то есть «делим». И клетки этой ткани делятся постоянно, в течение всей жизни. Значит, за счёт «меристемы» растения растут, образуются новые органы у них – листья, стебли, корни, цветки. Значит, и помимо этого из самой образовательной ткани образуются все остальные другие виды ткани. Клетки «меристемы» – они характеризуются небольшими размерами, тонкой оболочкой, относительно крупным ядром и так далее. Вот если рассмотреть расположение «меристемы» в растениях, где располагается? Там, где наблюдается точка роста растения. Растения где растут? На кончике корня, на верхушке побега и вставочный рост, вот здесь в данном случае, между узами они растут. В основном злаковые растения, они все растут между узами. Значит, различные «меристемы» классифицируются по двум признакам. По времени возникновения и по месту расположения. По времени возникновения различают первичные и вторичные «меристемы». А по месту расположения – это что значит место расположения? Это где располагаются растения. Это апекальные «меристемы», апекс – это верхушка, значит на верхушке боковые или латеральные «меристемы» и интерколярные или вставочные «меристемы». Давайте подробно рассмотрим все эти виды «меристемы». Вот как мы уже сказали, «меристемы» отделятся на первичные и вторичные. К первичным относятся верхушка стебля, корня, также к ним относятся прокамби, перицикл и вставочные «меристемы». Ко вторичным относятся латеральные, к ним относятся камби, филоген и раневые «меристемы». Если подытожить все сказанное, мы можем сделать такой вывод, что к первичной образовательной ткани относятся прокамби и перицикл, к вторичным образовательным тканям относятся камби и филоген. Прокамби образуют первичную проводящую систему. Из прокамби образуется камби. Из перицикла образуется филоген. Филоген – это пробковая ткань, которую мы рассмотрим в дальнейшем сейчас. И интеркалярная или вставочная «меристема» – это остаток верхушечной «меристемы». Так она называется почему? Потому что она обеспечивает вставочный рост в стебле. По положению, как мы уже сказали, различают верхушечные или апрекальные, боковые или латеральные и вставочные или интеркалярные «меристемы». Существуют, кроме того, еще и раневые «меристемы». Само слово «раневые» – что такое? Вот если растение ранится, значит, у него поверх, как и в человеческом организме, образуется на ранке вот такой, значит, сейчас я вам покажу, вот образуется, наверное, видели, да, вот все, вот такая вот образовательная ткань. Она называется «калюсом». Вот точно так же, как и у человека образуется ранка, так же и у растения образуется «калюс». Так, вот здесь на слайде мы можем увидеть, значит, верхушечную «меристема» побега. Вот в самой верхушке «меристемы» имеются клетки, которые делятся постоянно, всю жизнь. Они называются инициальными клетками, значит, далее вот здесь закладываются листья, здесь закладываются почки, здесь происходит дифференцировка ткани. Что такое дифференцировка? Дифференцировка, значит, уже образование всех остальных видов ткани. На этом рисунке, вот здесь, мы можем увидеть, вот здесь отмечено, вот именно инициальные клетки. Инициальные клетки – это клетки, которые постоянно делятся. Вот на следующем слайде мы можем увидеть, вот сами эти клетки под микроскопом. Видите, вот здесь клетки в разных стадиях деления, да? Вот здесь что? Какая стадия деления? Кто может ответить? Вот, посмотрите, хромосомы подошли к криториальной пластинке, правильно? Так, здесь уже хромосомы отошли к панцам, да? Вот, здесь уже образовалось два зитра, да? Здесь уже образовалась перегородка. Вот это и есть инициальные клетки. Вот здесь тоже самое. На этом рисунке вы тоже можете увидеть, вот верхушечная меристема, и вот инициальные клетки. Далее. Значит, основная ткань или паренхима. Что такое основная ткань? Само название основной ткани говорит, что вот эта ткань именно, значит, представляет собой группу специализированных тканей, которые заполняют пространство различных органов, да? А также она бывает между проводящими и механическими тканями. Вот основные ткани, они подразделяются на четыре вида. Это ассимиляционная ткань, хлоринхима, запасающая ткань, водоносная ткань, воздухоносная ткань. Что такое ассимиляционная ткань, хлоринхима? Здесь, значит, что много хлоропластов. От слова хлорофилл, да, хлоринхима, поэтому она называется. А хлоропласты какой процесс обеспечивают? Фотосинтез. Фотосинтеза. Запасающая ткань. Что значит запасающая ткань? Она запасает различные вещества, которые образовались в процессе фотосинтеза. Водоносная ткань, значит, что запасает воду. Воздухоносная ткань и запасается в воду. Давайте рассмотрим подробно все эти виды ткани. Значит, вот. Фотосинтезирующая ткань и безналинхия. Значит, она куда входит? Во все зеленые части растения. Это и мякоть листа, и зеленые степы. Значит, функции ее это фотосинтез и газообмен. Из каких клеток она состоит? Ткань состоит из живых, таскорсенных клеток, которые располагаются рыхло и содержат хлорозлорофилл. Так. Размеры и форма клеток хлоринхимы может быть различны. Существует несколько видов хлоринхимы. Вот посмотрите. Вот если, значит, палинхима расположена вот такими, значит, вот такими видами клеток, которые плотно расположены друг к другу, то этот вид называется палисадной. Палисадная что такое? Раньше вы, наверное, все видели вот такие небольшие заборчики, да, у разных дома бывают разноцветные. Вот в виде палисадной. Поэтому и называется палисадной. Палисадная палинхима. Дальше идет у нас рыхлая палинхима, да, или губчатая. Кроме того, существует и складчатая. Вот на рисунке мы видим, значит, клетки со складками. Вот это анатомическое строение хвоинки. И вот здесь, значит, внутри основная палинхима представлена клетками со складками. Вот такой вид палинхимы называется складчатая палинхима. Запасающая палинхима. Уже свое слово, значит, запасающая палинхима означает, значит, что она запасает все нужные растения, питательные вещества. Где располагаются вот эти запасающие, запасающие, я скажу, в различных органах, да, в каких? Корневодов, луковицы, лады, значит, клубные и так далее. Функции их отложения в запас белков, жиров и углеводов. Далее, вот на этом рисунке, вот, значит, это фотография, запасающая ткань, вот видите, запасающие питательные вещества, вот, собираются в различных органах, клубнях растения. Дальше, поглощающая палинхима. Само слово поглощающая палинхима, о чем нам говорили, значит, она поглощает, да, поглощает из почвы воду и минеральные соли, да. В основном поглощающая палинхима, она находится в зоне корневых волосков. Вот здесь на слайде, вы видите, что... Вот это фотография, значит, в корне, да, вот это корневые волоски. Для чего нужны корневые волоски? Они всасывают, значит, из почвы воду и минеральные вещества, и вот эта палинхима, которая находится вот в этих волосках, она называется запасающей палинхимой. Следующий вид палинхимы – это водоносная палинхима растений. Для чего нужна водоносная палинхима? Для рукопусы. Цель ее – запасание воды. А зачем растению запасать воду? И в дальнейшем, вот вопрос вытекает отсюда. У каких растений имеете запасающуюся? Как будто алло суккуленты. Правильно, суккуленты. Что такое суккуленты? Те растения, которые на всей власти при недостатке влаги, да, когда уже влага бывает, дождь идет или что, они из почвы запасают эту влагу, чтобы обеспечить дальнейшую жизнедеятельность растения. Значит, всасывающие палинхимы, вот вид вы увидите на слайде. Далее, воздухомустная палинхима или аринхима. Значит, айлихима. Эя, да? По-английски «эй». Что значит? Воздух, да? Воздух. Для чего нам нужно запасать воздух? Как вы думаете, растению, зачем нужно воздух запасать? Так оно же растет на воздухе. Каким растением нужно запасать воздух? Как вы думаете? Водным растениям. Водным растениям. Водные растения, они же находятся на поверхности воды. Вот именно аоринхима обеспечивает то, что листья кувшинки и различные водные растения, они остаются на поверхности, они не опускаются на дно. Почему они сохраняются на поверхности? Потому что у них имеется аоринхима. А вот аоринхима – это звездочные или округлые клетки, которые заполнены воздухом. Вот здесь на рисунке вы что видите? Вот эти корни, какие называются, опорными корнями, они в основном у водных растений. Вот они обеспечивают то, что растение остается на поверхности воды. Вот здесь на слайде вы видите, что звездчатые формы, клетки, и внутри их имеется воздух. Вот водоносная аоринхима. Видите, здесь, как мы уже отметили, значит, у растений, которые живут в неблагоприятных условиях, вот эти клетки, они заполнены водой. Далее, покровные ткани. Все растения, которые, значит, вообще растения, живые существуют, они, что имеется у них? Покровные ткани. Покровные ткани – это что? Значит, которые обеспечивают покров растений. Да, вот у растений покровные ткани, значит, делятся на два вида. Это эпидермис, перидерма и третья корка. Значит, первичная эта покровная ткань называется эпидерма. У корня первичная покровная ткань называется эпиблема. Не эпидерма, а эпиблема. Вот сейчас на слайде вы можете увидеть, как подразделяется покровная ткань. Покровная ткань подразделяется на эпидермис, на пробку или вторичную покровную ткань и на кору. Покровная ткань эпидермис. Значит, у них имеется устица, восковой налет или кутитулы, или волосы. Вторичная покровная ткань называется пробка. Значит, из нее образуются стебли и корни на коре. Кора – это старые ветки и стволы деревья. Вот уже вот те деревья, которые мы видим, они все покрыты корой. Значит, что представляет собой кора? Это комплекс отмерших тканей, значит, которые состоят из основной ткани и старой пробки. Кроме того, эпидерма, она, значит, покрыта налетом, который называется кутикула. Значит, кутикула, она состоит из путина и воска. Вот давайте рассмотрим подробно, значит, функции эпидерма. Для чего нужна нам эпидерма? Она препятствует проникновению болезнетворных организмов внутрь растений. Ну, естественно, да, покров, да, образуют. Она защищает от болезнетворных организмов. Обеспечивает защиту внутренних тканей от механических повреждений. Далее. У нее еще есть функция регуляции газообмена и транспирации. Также она обеспечивает выделение воды и солей. Эпидерма может функционировать как всасывающая ткань. Она принимает участие в синтезе различных веществ, восприятии, раздражения и движения листьев. Живые, тонкостенные, со всеми органами. Часто они выпают из хлоропласта. Функция у них защитная, испарение воды и газообмена. Что характерно для клеток эпидерлиса? У них имеются волоски на листе, а также имеются устицы. Для чего растениям нужны устицы? Как вы думаете? Для испарения воды. Правильно. Устица нужна для испарения воды. От латинского слова «стома» она обозначает рот, уста. Это пора, которая находится на нижнем или верхнем слое эпидерлиса растения, и через которую происходит испарение воды и газообмена с окружающей средой. Давайте рассмотрим подробно. Из чего состоит устица? Устица состоит из двух замыкающих клеток. Вот это устичная щель. И в каком случае устица открывается? Как выявляется? В каком состоянии обычно она бывает? В открытом или закрытом состоянии? Как это бывает? Думаете, в открытом? Нет. Оно в нормальном состоянии, если растению ничего не нужно, устица бывает в закрытом состоянии. Если нужно, значит, чтобы испарилась вода или на воду поступила вода в растение, значит, замыкающие клетки раскрываются, устичная щель открывается. Вот в нормальном состоянии, устица в закрытом состоянии, она выглядит вот следующим образом. Если, значит, происходит недостаток воды, то устица натягивается и открывается. Значит, замыкающий, вот в данном случае вы, видите, вот здесь устичная щель открылась, и устица открылась. Из нее происходит испарение и газообмен. Типы устиц. Устица бывает нескольких типов. Значит, основные только типы я вам скажу, что аномоцитный тип. Что это такое? Это когда сопровождающие клетки не отличаются от остальных клеток эпидермиса. Видите, вот эта устица, она практически не отличается от других по размерам. По форме отличается, а вот по размерам оно не отличается. Вот такой тип устиц называется аномоцитным. Вот здесь также на рисунке данный аномоцитный тип устиц. Видите, вот здесь фотография очень хорошо показана, что какие бывают виды аномоцитных устиц. Второй тип устиц – это диоцитный. Он характеризуется то, что сопровождающие клетки находятся под прямым углом устицы. Вот видите, устицы так располагаются, а вот клетки как будто перевернуты. Вот этот тип называется диоцитный тип устиц. Вот на фотографии здесь можете тоже посмотреть. Вот само устица, а вот это сопровождающие клетки, которые находятся под прямым углом. Далее пароцитный тип устиц, когда сопровождающие клетки располагаются параллельно устичной щели. Вот здесь, значит, устичная щель, а вот сопровождающие клетки, они находятся параллельно устичной щели. Вот здесь на рисунке тоже вы можете это посмотреть. Далее, а не зацепляйте устиц – это когда замыкающие клетки окружены тремя сопровождающими клетками. И одна из которых заметно крупнее и отличается от остальных. Вот видите, вот здесь сопровождающая клетка намного больше, чем другие сопровождающие клетки. Сопровождающие клетки что значит? Это которые окружают, да, устица. Вот здесь на рисунке тоже видно, видите, здесь состоит из трёх сопровождающих клеток. И вот самая большая сопровождающая клетка, она намного отличается от двух других. Далее. Тетрацитный – это само слово «тетра». Что означает? Значит, четыре сопровождающие клетки. В основном вот такой тип устиц, он характерен для однодольных растений. Вот, посмотрите. Вот здесь устица, так, а вот здесь четыре сопровождающие клетки. Как называется, значит, такой тип? Тетрацитный. Запомнили, да? Расположение устиц. Значит, устица, значит, могут располагаться у однодольных и двудольных растений совсем по-разному. Вот мы взяли и делали срез, да, например, эпидемиса. Что мы можем заметить? Вот если мы видим такую картинку, посмотрите, как располагается устица. Устица располагается параллельно друг другу, правильно? Да. Вот когда мы в микроскопе видим вот такую картинку, это значит, что, значит, это однодольное растение. Вот сразу мы можем сказать, что это однодольное растение. Понятно? Вот увидели такую картинку, вот мы не знаем, это однодольное или двудольное. Мы взяли просто лист, сделали срез, посмотрели, увидели, что устица располагается параллельно, значит, сделали вот, что это однодольное растение. Вот здесь то же самое, да, вот видите, на этом рисунке тоже устица расположена параллельно. У двудольного растения, вот видите, устица расположена разрозненно. Уже если мы видим вот картинку такую, видите, в разных местах расположена устица. Если уже такая картинка, мы можем сделать вывод, что это двудольное растение. Кроме того, у эпидермиса имеются различные выросты. Они называются трихомы, или, значит, волоски. К ним относятся, значит, железки, нектарники и некоторые другие образования. Все многообразие трихом делят на два функциональных типа. Это кроющие и железистые. Кроющие, что такое? Само название, что такое кроющие? Которое покрывает, да, растения. Зачем растениям нужны волоски? Как вы думаете? Защитная функция. Защитная функция. Защит от перегревания, от переохлаждения, да. То же самое, как и у человека, да. Зачем человеку нужны вот волоски, да, на эпидермисах. Также у человека это называется, по кроющим, как эпидермисы, да. Вот зачем нужно? Они защищают. А железистые волоски, уже само название о чем говорит, что там имеются какие-то вещества. Кроме того, трихомы бывают живые и мертвые. Значит, волоски бывают живые и мертвые. Живые это почему называются? У них что есть? У них все имеется, да, протоплазма, яблоки, а мертвые, они заполнены воздухом. Вот мы взяли растения, да, мы смотрим, да, вот на листе вот такие волоски. Как нам узнать, они живые или мертвые? Как вы думаете? Вот мы посмотрели на растения, видим, что если белый цвет у этих волосков, значит, они мертвые. Сразу, по цвету. Вот посмотрели на растения, вот белое опушение, если есть, значит, эти волоски мертвые. Кроме того, они бывают простые и сложные. Простые бывают одноклеточные, сложные бывают многоклеточные. Вот посмотрите, да, вот простые многоклеточные. Вот посмотрите, они состоят, вот этот волосок, он состоит из нескольких клеток. Понятно? Вот. По форме они тоже очень разнообразны. Вот видите, вот эти волоски звездчатые формы. Далее. Вот здесь. Вот здесь волоски. Здесь тоже звездчатые формы. Кроме того, имеются сложные многоклеточные. Почему называются сложные? Вот по виду видно, да, что они состоят из нескольких частей. По форме, я уже сказала, что они могут быть совершенно разные. Вот видите, это головчатые, железистые волоски. Жгучие волоски. Жгучие волоски у кого встречаются? Вот какого растения? Крапива. Крапива? Нет, как тут, это совсем другое. Украпива. Украпива. Почему жгет нас? Вот жгучий, да, от слова жгет, да. Почему украпивы дотрагиваемся, да? Украпива тоже. Что там имеется в этих волосках? Какое вещество? Какое вещество имеется? Муравьиная кислота. Муравьиная кислота. Почему украпива ожог оставляет, да? Дотрагиваемся. Муравьиная кислота, как попадает на это, вызывает ожог. Вот это жгучие волоски. Так, вот по форме посмотрите, пожалуйста, какие разнообразные формы бывают у этих волосков. Вот, головчатые, видите? Звездчатые. Так, вот такой вид. Железистые волоски. Вот, сама есть вот крапива. Вот у нее здесь, вот, секрет муравьиная кислота имеется. Вот, так не видно, когда она... А вот когда под микроскопом посмотреть, почему? Вот они, видите, игольчатые формы, да? И эта иголка, когда попадает на кожу, значит, она вызывает раздражение. Вот это все, что касалось первичной покровной ткани. Теперь переходим ко вторичной покровной ткани. Вот растения растут, растут. Вначале они бывают зеленого цвета, да? Потом у них, вот, вы видите, что цвет меняется, да? Оболочка уже становится какая-то коричневого цвета, да? Вот, например, у растений, у двухлетних растений, у многолетних растений, да? Что появляется? Вот здесь уже появляется вторичная покровная ткань, которая приходит на смену первичной покровной ткани. У них возникает ткань, которая называется пиридерма. Значит, пиридерма – это вторичная покровная ткань стеблей и корней, которая сменяет эпидермис, значит, однолитных растений. Ее образование связано с деятельностью вторичной милистемы, значит, которая называется филоген. Филоген – это пробковый кампий. Он, значит, делится и, значит, снаружи, значит, образует пробку филема, а вниз откладывают клетки. И эти клетки образуют филодерму. Вот это запишите, пожалуйста. Пиридерма. Который кнаружи откладывает филему. В скобках напишите пробку. А внутрь откладывают жилые клетки. В скобках напишите филоген. А вы можете спросить, вот у эпидермы, значит, функцию газообмена и транспирации осуществляли устица. А вот у пиридерма, так как это мертвая ткань, да, какие, значит, элементы осуществляют транспирацию и газообмена. Здесь имеются специальные клетки, которые называются чечевичками. Вот у эпидермы они назывались устица, а у пиридерма они называются чечевички. Вот видите, это мертвые клетки с плотными оболочками и жилоподобным веществом. Вот они. И они, вот у них осуществляются вот такие разрывы, и через эти разрывы осуществляется связь со всем растением. Вот, пожалуйста, посмотрите вот здесь. Значит, филоген откладывает вот этот филоген, тоже вторичная патроника, филоген. Он внутрь откладывает живые клетки, которые образуют филоген, а кнаружи откладывает, значит, филемо. И вот здесь, значит, показана чечевичка с разрывом, да, которая обеспечивает газообмен растения с внутреннюю и внешней средой. Вот здесь на фотографии вот дана чечевичка, вот просто чтобы вы видели. Так, пиридерма. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот это растение платон, у нас иначе его еще называют чина. Да, вот видите, вот здесь разрывы вот эти. Вот мы почему-то всегда, когда видели, мы, наверное, не задумывались, да, для чего нужны нам вот эти разрывы. Оказывается, через эти разрывы происходит газообмен между внутренней и внешней средой, да, растениями, между растениями и окружающей средой. Пиридерма, вот это клубень картофеля, вот это, вот это и есть вторичная покровная ткань. Третьичная покровная ткань называется кора или ретидон. Значит, это, значит, она представлена мертвыми кредками, которые заполнены воздухом с толстыми оболочками. Ну, функция у нее также защитная, газообмен, который осуществляется через трещины коры. Вот вы видите здесь ретидон, вот, сама вот кора дерева, да, и вот через эти трещины осуществляется газообмен. На следующем слайде просто представлены различные виды коры, да, виды коры. Вот это виноград, вот это черемуха, вот видите, совсем разные, да, виды коры. У винограда какая-то, вот какая-то слойская, да, вот эта кора. У черемухи вот с такими размятинами. На данном рисунке тоже, вот, вы можете увидеть различные виды коры деревьев. Ну, вот, мы подытожили, да, вот, что мы, вот, в первой части нашего занятия прошли, какие виды тканей. Образованные ткани и поддомные. Вот три вида ткани мы уже с вами прошли. Вот, и теперь переходим мы к проводящим тканям. Само название проводящей ткани о чем он говорит? Концессия. Правда, он сказал. Проводящие, что значит? Сосуды. Ну, вот что делать? Сосуды. Растения проводящие ткани. Китая. Для питания. Для проводения ткани, газообмеза, для всего, да? Растения, значит, из почвы что берет? Вот, вот. Растения проводящие, наоборот, дают вот сверху растения, вот, по листьям, по стеблям и вниз. Какие-то органические ткани, которые образуются в процессе фотосинтеза. Вот, посмотрите, пожалуйста. Значит, проводящая ткань, она представлена флоемой и ксиленой. Флоема, она служит для транспортировки продуктов фотосинтеза от листьев к другим органам. Клетки живые, вытянутые, без ядра. Вот, смотрите. Это нисходящий ток. Видите, вот эта стрелка и показана. Значит, органические вещества сверху растения идут вниз. Ксилема обеспечит восходящий ток веществ, да? Что такое восходящий ток? Значит, вода и минеральные вещества из почвы. Значит, они поступают и в листья, и в стебли, и так далее. Вот, ксилема, она мёртвая, представлена мёртвыми клетками, а флоема представлена живыми клетками. Ксилема, значит, в клетке ксилема они вытянуты в длину. Значит, к флоеме, как я уже сказала, она относится к старилим трубки, клетки спутницы, губерные волокна, губерная паренхима и скиллима. К ксилеме относятся к трахеиды, сосуды, паренхимные клетки и волокна. Давайте подробно рассмотрим каждую из этих тканей. Ксилема. Ксилема – это сложная ткань, которая включает в себя проводящую, механическую и основную ткани. Проводящая ткань ксилема состоит из чего? Она состоит из сосудов, трахеи и трахеи. Значит, ксилема состоит из сосудов, трахеи и трахеи. Они что обеспечивают, как мы уже сказали, они обеспечивают восходящий ток. Значит, вот это запишите, пожалуйста. Ксилема составляет три типа элементов. Это собственно проводящие элементы, трахеи и сосуды, механические. К ним относятся древесины и волокна или библифлум. И паренхим. Вот посмотрите. Здесь дана электронная фотография. Вот сами по себе сосуды. Вот внутрь растений, если заглянуть, вот это и есть сосуды. И вот эти маленькие отверстия, это и есть трахеи. Трахеи – это мертвые прозенхимные клетки с застренными концами и облесневшими клеточными оболочками. Посмотрите. Вот здесь электронные фотографии представлены трахеями. Вот здесь тоже. Вот трахеи вы можете нам задать на этом слайде. Вот в прошлый раз мы проходили как раз. Как вы думаете, что это такое? Проходили. А, окаймленные поры. Поры, да, окаймленные. А почему называются окаймленные? Потому что они суживаются. Правильно. Это покажите. Поры, которые засуживаются, поры в ганал. Вот это растение, может быть, вы видели? Мы видели. Называется гамусис. Значит, его сейчас очень используют в азиле-лине, да? Вот здесь его, вот этого растения, трахеи-лина, вот посмотрите. Здесь тоже вы можете увидеть трахеи до этого растения. Сосуды. Сосуды. Значит, сосуды или трахеи образованы из отдельных члеников, бывших ранее клетками. Это длинные микроскопические трубки. Значит, вот эта часть у них полностью растворяется и возникает перфорация. Вот здесь, посмотрите, вот на этом рисунке данный рисунок сосудов и перфорация. В зависимости от характера утолщения, различают несколько видов сосудов. Это кольчатые, спиральные, сетчатые, лестничные кольца. Само название этих сосудов говорит, да, вот какого видов толщина кольчатые сосуды. Вот здесь, посмотрите, на рисунке представлены кольчатые сосуды. Почему? Утолщение идет в виде колец. Видите? Вот. Поэтому этот сосуд называется кольчатые. Спиральные сосуды. Какие спиральные? Утолщение идет в виде спирали, да? Вот на рисунке очень хорошо видно, какие утолщения там. Дальше, лестничные сосуды. Естественно, что утолщение идет в виде лестницы. Вот посмотрите, на рисунке очень хорошо видно, как утолщаются сосуды. Вот на фотографии посмотрите, здесь вообще хорошо видно. Вот утолщение этого сосуда, лестничного типа. пористый сосуд. Само название о чем говорит? Что? На них имеются поры. Очень хорошо здесь показывают поры. Далее, это все, что касалось ксилимы. Теперь рассмотрим флоема. Флоема это живые клетки или мертвые? Живые клетки. Она иначе называется булл. Значит, флоема включает в себя проводящую, механическую и основную ткань. Основная ткань у нас представлена глобяной паренхиной или глобяными болотами. Вот посмотрите, к элементам флоема относятся световидные клетки и световидные трубки. Кроме того, у них имеются клетки спустницы. Давайте подробно рассмотрим. Для чего нужны клетки спустницы? Они образуются при продольном делении членов световидной трубки. Это живые клетки с ядром, густостопазмой и тонкой теленозной оболочки. Они вырабатывают и обеспечивают жизнедеятельность. Вот посмотрите, здесь на слайде донат. Значит, это световидная пластинка и клетка спустница. Вот здесь на фотографиях, да, тоже вы посмотрите, вот это световидная трубка, а вот здесь рядом, вот здесь хорошо, световидная. Видите, от слова сито, да, вот она вот так пронизана, мельчайшина от весны. А вот рядом вот это клетки спутницы. Вот еще один вот я вам покажу. Вот, посмотрите, световидная трубка тоже вот здесь, микрофотография дана. Вот еще, вот здесь. Кто вот может здесь показать клетку спутницу? Вот на этой рисунке. Кто сможет показать клетку спутницу? Да. Вот это и есть клетка спутницы. Вот флоена с ксилемой вместе друг с другом формируются и образуют сосудисто-волокнистые пучки или, иначе говоря, проводящие пучки. В зависимости от расположения флоемы и ксилемы различать следующие виды проводящих пучков. Вот это запишите, пожалуйста. Значит, первый вид колотеральный, биколотеральный, третий, концентрический и радиальный. И колотеральный, концентрический и радиальный. Давайте подробно рассмотрим каждый из этих видов сосудов. Первое. Колотеральный. Значит, это когда с одной стороны находится ксилема, с другой стороны находится флоена. Видите? Или наоборот. Вот здесь флоена, вот здесь ксилема. Значит, вот этот вид сосудов называется колотеральный. Кроме того, они могут быть открытыми и закрытыми. Если здесь камби есть, то это открытый колотеральный пучок. Если камби нету, то это закрытый колотеральный пучок. Понятно? Дальше. Вот посмотрите на фотографию. Здесь тоже с одной стороны данная флоена, вот по снизу данная ксилема. Снаружи весь пучок сосудистого колотерального окружен склерихимой. Вот это склерихима. Вот здесь значит у нас флоена, вот здесь ксилема. Это закрытый колотеральный пучок. Вот здесь тоже, вот здесь дана микрофотография очень хорошо. Вот это что? Вот окружает весь пучок. Что это? Склерихима. Видите, она вот на рисунке дана красным цветом. Вообще на рисунке, когда имеется красный цвет, это о чем говорит? То, что это ткань мертвая, склерихима. Вот здесь у нас находится флоена. Видите? Вот это внизу находится ксилема. Как вы думаете, это открытый пучок или закрытый? Открытый. Почему? Ну открытый, почему открытый? Открытый когда называется? Когда камбия есть, а здесь камбия нет. Поэтому это закрытый колотеральный пучок. Тоже так. Естественно, что у обнодольных растений камбия нет. Поэтому, да, вот тоже здесь закрытый колотеральный пучок. С одной стороны находится ксилема. Вот видите? С другой стороны находится флоема. Флоема, так как это жены, вот здесь она выражена синей цветом. Ксилема мертвая, видите? Она тоже красная. А вот это что? Склерихима. А пучок окружает склерихима. Вот здесь тоже на фотографии хорошо показано. Вот здесь флоема, вот здесь ксилема. А вот это сверху пучок окружен склерихим. А вот это уже открытый колотеральный пучок. Открытый что значит? То, что между флоемой и ксилемой есть камбия. Вот посмотрите, если схематично посмотреть, значит, вот это флоема, ксилема, а между ними имеются камбии. А вот здесь вот так видно. Вот это склерихима, как мы говорили. Вот здесь камбия. Вот видите, вот эти удлиненные клетки, это камбия. Здесь ксилема, здесь флоема. На следующем слайде вы тоже можете, вот здесь хорошо видно, посмотрите. Сверху вот это склерихима, как я говорила, да? Склерихима. Вот здесь вот синий, это флоема. Вот это темные клетки, это камбия, а с этой стороны ксилема. Далее биколатеральные пучки. Би, что значит? Это значит два. Значит, это с двух сторон, да? Бывает, вот например, флоема, в середине ксилема. А вот здесь имеется между ними камбия. Вот здесь на слайде, очень хорошо дано, вот видите, с краев находится флоема, камбия и ксилема. Концентрические пучки. Они всегда бывают закрыты. Что это значит? У них никогда не бывает камбия. Значит, при этом, значит, бывают центрофлоемные пучки, это когда в центре находится флоема. И центроксилемные пучки, это когда в центре находится ксилема. Вот здесь, посмотрите, пожалуйста. Значит, это центро ксилемы, центро флоемы, калатеральный пучок, а здесь центро ксилемы, калатеральный пучок. Кроме того, существуют также и радиальные пучки. Почему называются радиальные? Потому что, значит, здесь ксилема представлена в виде радиусов, а между ними находится флоема. Вот посмотрите, вот здесь ксилема, здесь флоема. Ксилема, флоема. Поэтому, значит, называется радиальные пучки. Вот здесь на слайде тоже очень хорошо видно, значит, вот это шкуро, ксилема, красная ксилема, вот это флоема, ксилема, флоема и так далее. Все, что касалось проводящей ткани, вот мы завершили. Мы переходим к другому типу ткани, которая называется механическая. Вот зачем растению нужна механическая ткань, как вы думаете? Механическая, опора. Да, вот растение, значит, чтобы обеспечить прямо стоячее положение, значит, ему нужны механические ткани. Кроме того, механические ткани представлены в сосудисто-волокнистых пучках, значит, они, значит, для чего нужны? Вот как вы думаете? В сосудисто-волокнистых пучках. Вот сейчас вот мы пучки проходили, я говорю, что вот здесь скаленхима, вот эта скаленхима для чего нужна? Чтобы обеспечивать гибкость, да, самих этих сосудов, правильно? Да. Вот, значит, механические ткани, вот как я уже сказала, они выполняют опору, придают прочность растительному организму. Они бывают, значит, живые и мертвые. Живые ткани представлены в коленхимы, а мертвые скаленхима и скаленхимы. Вот, значит, механическая ткань представлена тремя видами тканей. Коленхима, скаленхима и скаленхимы. Вот сейчас мы подробно давайте рассмотрим все эти виды тканей. Значит, коленхима, коленхима, это живая ткань, да, значит, она может быть уголковая, пластичная. Скаленхима представлена скаленхимными волокнами, которые подразделяются на тревесинные глубины, перециклические волокна и скаленхимы, которые бывают разных видов. Давайте рассмотрим каждый из этих видов ткани. Вот, напишите, пожалуйста, коленхима, это живая ткань. Коленхима, это живая ткань. С неравномерно утолщенными целлюлозными клеточными оболочками. С неравномерно утолщенными целлюлозными оболочками. В зависимости от этих утолщений различают коленхиму уголковую, пластичную и рыхлую. Давайте подробно рассмотрим каждый из этих видов коленхима. Первое, как мы уже сказали, это уголковая. Если утолщения идут по углам клеток, вот здесь, как видите, то такая коленхима называется уголковой. Вот здесь посмотрите, она иначе называется амгулярная. Вот видите, здесь углов клетки практически нет. Во всех углах произошло утолщение, поэтому такой вид коленхимы называется уголковая. Далее, пластинчатая коленхима. Что такое пластинчатая? Значит, утолщаются абсолютно все клетки. Вся клетка, можно сказать. Вот все границы клетки. Посмотрите, вот такой вид утолщения называется пластинчатая. Или иначе его называют ламеллярная коленхима. Далее, вот здесь, на этом слайде, хорошо представлена пластинчатая коленхима. Вот видите, клетки со всех сторон произошло утолщение. И поэтому она называется пластинчатая коленхима. Вот здесь тоже, на этих слайдах, тоже хорошо представлены, тоже утолщенные клетки коленхимы пластинчатые. Вот здесь, на этом слайде, вы можете увидеть, вот здесь, тоже видите, как утолщение идет пластинчатая. И последний вид, значит, коленхимы – это рыхлая поленхима. Значит, что такое рыхлая? Я уже вам говорила, да, что когда между клетками имеются расстояния. Вот утолщение происходит таким образом, что клетки как будто изолируются друг от друга, находятся в рыхлом состоянии. Вот здесь, посмотрите, вот это коленхима огурца. Вот видите, клетки, у них так произошло утолщение, что они находятся на расстоянии друг от друга. Далее идет, вот коленхиму закончили, далее идет сколенхима. Сколенхима – это мертвая ткань с утолщенными, одревесневшими оболочками. Сколенхима встречается во всех органах растения. Значит, где располагается сколенхима? Она располагается вокруг проводящих пучков, вот, как я уже говорила, проводящих пучков вокруг проводящих пучков. И над проводящим пучком также располагается сколенхима. Вот это запишите, пожалуйста, отдельную клетку сколенхимы. Отдельную клетку сколенхимы можно именовать толстостенным или гументарным волокном. Вот здесь, на рисунке, вот здесь, всегда отдельно. Тяж сколенхимы называется пастостенным или гументарным волокном. Далее продолжите. Сколенхимы подразделяют на сколенхимные волокна и сколиды. Сколенхимы подразделяют на сколенхимные волокна и сколиды. Отдельный тяж, как мы уже записали, называется элементарным техническим волокном. А вот это поперечный срез волокна сколиды сколиды. Вот если разделить и посмотреть сверху на эту сколиды, мы можем увидеть вот следующую картину. Кроме того, значит, по происхождению, запишите, пожалуйста, по происхождению различают первичную и вторичную сколиды. По происхождению различают первичную и вторичную сколиды. Иллюф bonito исколидность перическим. Первичная сколидный хима образуется из прокамбия и перицикла, вторичная сколидная сколидный хима образуется из прокамбия. Сами скалинькинные волокна располагаются в различных частях растения. Естественно, что древесины располагаются в древесине, перециклические располагаются в перецикликоруме, располагаются в каве и так далее. Склереиды – это механические клетки с утолщенными и одревесневшими оболочками. Вы, наверное, в жизни все встречались с склереидами, просто не обращали внимания. Когда вы кушаете айву или грушу, встречаются такие каменистые клетки, вот это и есть склереиды. У них оболочки именно одревесневшие, но мы все содержимое у них живое. Различают несколько типов склереидов. Это брахисклериды, макросклериды, остеосклериды, астросклериды и метилидные склереиды. Давайте подробно рассмотрим каждый из этих видов склереидов. Брахисклериды – это каменистые клетки, при этом она содержит очень оболочки, но внутреннее содержимое этих клеток бывает живое. Вот посмотрите, вот здесь брахисклериды. Как вы думаете, а для чего у них внутреннее содержимое живое? Вот как вы думаете? Для чего у них живое содержимое у этих клеток? Вот мертвые, они могли быть полностью мертвыми, да? Тогда у них функция какая? Вот, например, вот косточка вишни, да? Вот это тоже склереиды, да? Мы когда сажаем косточку, да, из нее выходит растение, правильно? Вот при благоприятных условиях эти клетки, значит, вновь становятся живыми и дают начало новым живым клеткам. Вот. Здесь тоже на рисунке вы видите, значит, каменистая клетка с колонкой кокосового ореха. Видите, вот здесь совсем встала она одревесневшая, а вот внутреннее содержимое живое. Живое что? Значит, там все есть, значит, такие компоненты, которые свойственны только живым клеткам. Вот и в центре видите, что располагается ядро. Вот это каменистые клетки груши. Груши вот такого виду. Дальше астросклериды. Они имеют вид астрологии, да, звезды. Вот вид звезды. Остеосклериды имеет вид берцовой кости, вот человека. Вот это берцовая кость, да? Похоже на нее. Вот это остеосклериды. Далее. Вот посмотрите, здесь на рисунке хорошо даны. Вот астросклериды, какие бывают. Вот макросклериды, вот такой вид имеют. И типы склерид по группировке. И значит, классификация как идет? Значит, это и диабласты одиночной клетки, это группы клеток. К ним относятся к камнестые клетки груши и ткани. К ним относятся эндокарпий, косточковый, перекарпий, фундука. Вот здесь на рисунке вы видите склериды, эндокарпия, плода вишни. Вот косточка вишни, вот прозрезы, да? Даже не прозрезы, а вот анатомическое строение, вот оно состоит из этих видов склерид. Вот из таких клеток состоят. Это было все, что касалось механических тканей. Вот сейчас мы переходим к последнему виду ткани, которая называется выделительные ткани. Само название выделительной ткани, о чем говорит нам? То, что благодаря им выделяют ненужные вещества, да, которые находятся в организме растения. Выделительные ткани – это ткани, выделяющие вещества, исключенные из метаболизма. Выделительные ткани подразделяются на млечники, ткани наружной секреции, к ним относятся железистые волоски, нектарики, гетатоды, и ткани внутренней секреции. Давайте подробно рассмотрим все виды ткани. Посмотрите, вот здесь, если посмотреть, выделительные ткани. Они делятся на ткани наружной секреции, это которые выделяют вещества наружу, да, к ним относятся железистые волоски, нектарики, гетатоды, пищеварительные железки, солевые железы и солевые волоски. И ткани внутренней секреции, это если они выделяют эти вещества внутри, к ним относятся и диабласты, нестилища, сизогенные и лизигенные, и леченки. Вот, запишите это, пожалуйста, различают два типа ткани – внешней и внутренней секреции. К выделительным тканям внешней секреции относятся Железистые волоски, железки, нектарники и гетатоды. Вот, посмотрите, пожалуйста, вот здесь, вы видели, да, вот эти железистые волоски, о которых мы уже говорили. Вот это растение, наверное, вы все знаете. Это какое растение? Расянка. Это растение, растение, растение. Вот еще имеется вещество, которое привлекает насекомых, а когда они уже садятся, эти вещества убивают насекомых. Вот это жгучие волоски крапивы, у них тоже имеется уравния кислота. Вот это, видите, прямо вот в этих волосках было видно, да, вот содержание вот этих веществ. Вот это железистые волосок листовой пластинки, вот тоже посмотрите, увеличение в 400 раз. Вот здесь тоже электронная фотография, тоже хорошо дано, железистые волоски. Кроме того, у растений имеются солевые железки. Для чего нужны солевые железки и вообще, как они возникают? Вот растения, когда живут на засоленных почвах, да, у них вот эта вода и соль, они поступают в растение. И это растение имеется клетка, которая, значит, содержит соль, да. И вот это, например, вот здесь, солевая железка, термикогрелина, вот здесь, смотрите. Далее, гидатоды. Что такое гидатоды? Как это? Это гидатоды. Ну, они похожи на устицу, но это гидатоды, это они выделяют излишнюю влагу на поверхность листьев, да. Все, наверное, видели, да, утром? Утром, просан. Да, просан, что такое вот просан? Излишки влаги, которые накопились в растении, они поделяются на поверхность листьев. Вот этот процесс выделения воды на поверхность растения называется гидатацией. А вот эти вещества, вещества нет, а вот эти водяные устицы называются гидатодами. Далее, вы посмотрите, здесь гидатоды, первоцвет, все, наверное, видели, да? Вот это вот, такой вид имеет, на поверхность выделяет воду. Гидатоды, яснотки, ну, тоже видели, наверное, все. Нектарники, вот насчет нектарников, вот что можете сказать, для чего растения нужен нектар? Для привлечения насекомых. Для привлечения насекомых. Ну, вот привлечения насекомых, для чего нас среди насекомых. Происходит опыление, а поверхность и происходит оплодокопорение. Теперь напишите, выделите им тканей внутренние секреции. Относят в местилище выделений. Смолиные канавы, идиобласты, 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 и млечники. В местилище выделений бывают двух видов. Запишите, вот это теоретический материал, запишите, пожалуйста. В местилище выделений бывают двух видов. Схизогенные и лизигенные местилища. Схизогенные местилища возникают в виде межклепника. Возникают в виде межклепника, заплуненными выделенными веществами и окруженными клетками эпителия. Вот посмотрите, пожалуйста, вот здесь схематично даму схизогенные местилища эфирных масел. Вот там собираются эфирные масла. Вот видите, вот в растении, да, можете сказать, вот распространенные растения, где имеются эфирные масла. Встречали когда-нибудь? Вот мята, да, вот имеется, в которых имеется запах специфический. Вот эти растения содержат эфирные масла. Лизигенные местилища, запишите. Возникают на месте, лизигенные местилища возникают на месте группы клеток, которые распадаются после накопления веществ. Всем вам хорошо известны цитрусы, да, растения, вот лимон, мандарин. Вот, посмотрите, да, в кореи имеются лизигенные местилища. Вот здесь тоже, на рисунке данной лизигенной местилища. Кроме того, вот у голосемена и хвойных, да, пару плюс, у них имеются смоленные ходы. Вот здесь у них смоленные ходы, в которых накапливается смола. Вот здесь анатомическое строение хвоинки. Вот здесь очень хорошо видно смоленные ходы. Далее. Поделительные клетки и диабласты. Они накапливают различные вещества, такие как оксалат кальция и так далее, да. Различные вещества. Смотрите, вот когда мы проходили, какие клетки, что это? Да, за последний раз, а также кальция. Да, вот это что такое? В виде... Вот это... Мы даже рисовали вот это. Вот это что такое, друза? Правильно? Почему друза? Похоже на виноград, да? А вот это что? Одиночные кристаллы. Да. Вот они, как любят, вот эти клетки называются идиобласты. Также вот вы, наверное, рисовали, да, различные формы кристаллов. Аксалат, рафиды, да, различные, друзы, рафиды, клетки с кристаллическим песком и так далее. И последний вид это млечники. Вы, наверное, все видели, да, вот, растения, которые содержат млечный сок, да? Какие? Встречали. Инжир, да? Инжира есть, да, правильно? Дальше у каких растений имеется? А? У грибов. У грибов имеется, да? И так далее. Вот, млечники, запишите. Бывают двух видов. Млечники бывают двух видов. Членистые, не членистые. Членистые образуются в результате разрушения поперечных стен. Вот здесь на рисунке хорошо вот показаны. Членистые млечники. Членистые млечники. Вот, посмотрите, не так. Значит, состоят из нескольких частей. Не членистые млечники возникают в результате разрастания особых клеток зародыша. Вот, на картинке. Показаны не членистые млечники на подъемном разрезе стебля молочая. Ну вот, ребята, это все, что касалось тканей. Мы сегодня... Это очень обширная тема. Мы сегодня прошли. Давайте подпишем, что вы узнали вообще из сегодняшнего занятия. Что нового? Какие бывают в этой ткани? Основная ткань, что значит? Хотя бы вот по названию. Она заполняет основную часть всего растения. Покровная ткань, для чего нам нужно? Покрывает. 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 И защищает от неблагоприятных условий, от механических повреждений и так далее. Покровная ткань, каких видов бывает? Вот я вам сказала. Бывает первичная и вторичная. Первичная называется эпидермис. Да? Вторичная называется передерма. И третичная называется корка. Да? У эпидермиса для транспирации. Какие, значит, механизмы существуют? Нет. Учтичные. Да, учтичные. Правильно? У передерма? Так, у клетчичные. Чечевичные. Чечевичные. Да, правильно. Дальше, механические ткань, для чего были нужны нам? Для защиты и опоны. Правильно, для защиты и опонов. И дальше, и выделительные ткани, для чего нам нужно? Для выделительных тканей. Для выделительных тканей. Для, чтобы не нужно в пище и заканить. На этом наша лекция закончена Благодарю за внимание